Моя девочка, моя рысенька, моя лапушка, так смотрит на меня, рысенька, маленькая моя, рысенька моя. Моя девочка, рысюшечка, мама пришла, опять укол поставила, злая мать. А между тем она уже правую лапку подбирает, ей уже больновато, видимо, там в районе лопатки. Моя девочка, подбирает, ей, видимо, больно уже наступать, опухоль так разрослась. Радусь, ну, Радусь, ну ты же видишь, мама с рысенькой разговаривает. Люсь, ну сметану-то облежи, посмотри, у тебя рот в сметане, порода. Моя лапочка, моя девочка, не толкай мне под руку, Рада. Я снимаю, давай, не мешай, иди ешь сметану. Моя маленькая девочка. Ну ты моя лапочка. Мама звонила сегодня в клинику, которая специализируется на онкологических заболеваниях. Так нам сказали, что врач, ведущий онколог. В этом месяце, в общем, у нее уже нет времени для приема. Ну как, пока я не сказала, что мы из приюта, мне говорили, что она только по телефону не ведет консультацию. А нужно присутствовать, привести. А как только я сказала, что мы из приюта, так сразу и на этот месяц у нее записи нет. Ну, в общем, все очень сложно. Маленькая моя девочка. Она уже гулять не выходит. Она сильно, я ее не могла выставить гулять. Хочу ее огорчать. Радость. Ну, подожди, мама с рысей разговаривает. На рысей. Ну, рысюш. Все покушали сметанку, только рысю не покушала. Ну, не хочешь, ладно. Видите, какая она уже огромная. И она уже, я когда захожу, она вот эту лапочку вот так, она ее старается вот так вот приподнять уже. Видимо, наверху какие-то болевые ощущения уже испытывает, потому что вот так держит лапку. Не знаю. Даже не знаю, что делать. Там она уже так разрослась, что... Опа, еще умалять, что ли. Опять операцию. Ну, это же невозможно так. Каждый месяц. Ну, через месяц. Месяц заживаем. Месяц растим. Моя девочка. Ну, а что такое? Ты не простыла, дочь. Вообще этого не хватало, но... Моя лапочка. Моя миленькая дочечка, моя любимая. Сейчас опять плакать начну. Я не знаю, что сделать. Подождите